Беглый депутат Илон Шор, находящийся в международном розыске, признался, что сейчас он в Израиле. Он впервые публично раскрыл подробности того, в какой стране укрылся. При этом Шор заверил, что вскоре вернется в Молдову. С заявлениями о том, что он прибудет однажды сюда, находящийся за границей парламентарий, выступает не впервые. Но всякий раз Шор выдвигает для этого условия. Дорогие друзья, я нахожусь в стране, где я родился. Дорогие друзья, я рядом с вами буду стоять на площади, а еще через некоторое короткое время мы вместе зайдем в правительство для того, чтобы управлять Молдовой и сделать ее богатой. Осужденный первой инстанцией к 7,5 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег по делу о банковском мошенничестве Шор покинул Молдову в 2019-м, после того, как демократы утратили власть. Тогда генеральная прокуратура заявила, что он незаконно выехал из страны через международный аэропорт Кишинева, не пройдя таможенный контроль. Ранее в публичном пространстве появилась информация, что Шор якобы находится в Израиле. А правоохранительные органы нашей страны, зная об этом, даже вступили в переговоры с местными властями по его экстрадиции, но безрезультатно. Тема также обсуждалась вчера вечером в ток-шоу Кутиянягры. На вопрос о заявлении бывшего премьер-министра Иона Стурза о том, что беглому депутату в ближайшие недели будет вынесен приговор и произойдет это якобы непосредственно в Израиле, министр юстиции Сергей Литвиненко отметил, что не знает, когда будет вынесено решение по этому делу и где Шор мог бы отбывать наказание. При подобной гипотезе было бы два решения. Первое – человека экстрадируют, второе – дело передается для признания и отбывания наказания в соответствующем государстве. Каким было бы наилучшее решение? Думаю, экстрадиция в Республику Молдова и отбывание наказания в стране, где было совершено преступление. С тех пор, как Илон Шор покинул страну, он всегда присутствовал на протестах организованных партией Шор или на конференциях посредством онлайн-трансляции. Однако он так и не признался, в какой стране находится, утверждая, что не должен этого разглашать по соображению безопасности. Вы хотите спросить, где я нахожусь? Как я вам уже сказал, я всегда нахожусь рядом с вами. Еще в целях своей безопасности я вынужден сегодня не появляться в публичном пространстве. И коллеги Шора по партии всегда уклонялись от четкого ответа на этот вопрос. Мы на эту тему уже говорили неоднократно. В подходящее время он скажет, потому что, вы, думаю, видели, что он выступает с многочисленными заявлениями практически ежедневно. Поэтому в скором времени вам предоставится возможность узнать, почему он продолжает прятаться. Он не прячется. Лидер партии Шор был объявлен в международный розыск 30 июля 2019, а до этого 25 июля. Решением апелляционной палаты Кагула его объявили в национальный розыск. В то же время суд выдал ордер на арест на имя парламентария. С другой стороны, Илон Шор обвинил новое правительство в том, что правосудие находится под контролем и что оно подвержено, цитата, циничному беззаконию. В нескольких онлайн-выступлениях он отметил, что готов вернуться в страну, но с определенными условиями, одним из которых является отмена ордера на арест на его имя. Во время онлайн-конференции он заявил, что хочет участвовать в судебном процессе по делу о мошенничестве, в котором его обвиняют, в причастности к краже миллиарда, а также хочет участвовать в общественной жизни Молдовы. Более того, Шор добавил, что даже готов вернуть приписываемую ему сумму от банковского мошенничества, собираясь впоследствии взыскать деньги в судебном порядке, с цитата, реальных бенефицаров.